Здравствуйте, дорогие мои любители музыки! Приветствую вас в музыкальной студии Академии занимательных наук. Речь в сегодняшней передаче пойдёт о звуке. Разобраться в этой теме нам предложил Алёша Саенко из города Краснодара. Прочитаю письмо Алёше. Здравствуйте, уважаемая Виолетта Модестовна. Я очень люблю музыку и уже второй год занимаюсь в музыкальной школе на гитаре. Хорошо, что появилась ваша передача, и я могу задать давно интересующий меня вопрос. Если сыграть одну и ту же ноту на гитаре и на фортепиано, они будут звучать по-разному. Учитель сказал, что эти звуки отличаются друг от друга тембром. А что значит тембр с научной точки зрения? Вопрос, Лёша, у тебя непростой, но мы постараемся на него ответить. Здесь существует целая наука, акустика, которая изучает звуки. Но что же такое звук? Кажется, всё просто. Звук – это то, что мы слышим. Это и нежная мелодия флейты, и радостный перезвон колоколов, и грохот грома, и слова, произносимые человеком. Всё это звуки. Но с точки зрения физики, звук – это упругие волны, колебания которых могут возникать не только в воздухе, но и в жидкостях, и даже в твёрдых телах. Сейчас объясню принцип. Смотрите. Вот камушек. Бросаем его в воду. От него кругами во все стороны расходятся волны. Подобным образом расходится и звуковая волна. А вот гитара. Инструмент, на котором ты, Лёша, занимаешься. Пока мы не касаемся её струн, звука нет. Что же происходит, когда мы натягиваем и отпускаем струну? Вот смотрите. Она начинает двигаться или колебаться. Эти движения передаются молекулам воздуха, а звуковые волны воздействуют на наши барабанные перепонки. В результате мы слышим звук. Лёша, например, шестая струна гитары, самая толстая, басовая, за одну секунду совершает 82 колебания. Или, как говорят учёные, её звук имеет частоту 82 Гц. Один герц – одно колебание в секунду. Единица измерения периодических процессов названа в честь немецкого учёного-физика 19 века Генриха Герца. Итак, первое, чем отличаются друг от друга звуки – это высота. Да, высотой, то есть частотой звуковых колебаний. И чем частота колебаний струны выше, тем выше звук. И наоборот. У длинных и массивных струн, таких как у виолончели, частота колебаний меньше, а значит, они издают низкие звуки. А у скрипки более короткие и тонкие струны, и она поёт высокими нотами. А мой любимый инструмент – альт. Тут я субъективна, он любит золотую середину. Второе важное свойство звука – громкость. Одну и ту же струну мы можем заставить издавать как громкие звуки – форта, так и тихие звуки – пьяно. То есть громкость зависит от мощности источника звука. Вот гудок паровоза, например, это громко, а шелест листьев, ну это, конечно же, тихо и нежно. Следующее отличие звуков – третье – длительность звучания. Вот, например, длинная нота. А вот короткие. На сочетании таких длинных и коротких нот строится ритм любого музыкального произведения. И, наконец, четвёртая характеристика звуков, о которой и был вопрос – это тембр. Впервые тайну тембра раскрыл древнегреческий учёный Пифагор. Проводя опыты со струной, Пифагор заметил, что одновременно происходит вибрация не только всей струны целиком, но также её частей. Звуковая волна исходит от половины струны, от третьей, от четверти и так далее. Эти колебания он назвал абертонами. Абертоны сливаются с основным тоном, и поэтому в отдельности мы их не слышим. Но именно они придают разным музыкальным инструментам неповторимый тембр. Ведь абертоны или гармоники сильно зависят от формы колеблющегося тела, то есть от инструмента, который издаёт звук. А как вы думаете, что будет, если убрать абертоны? Увы, останется унылый и совершенно плоский звук. И тогда не отличишь, откуда музыка и что за инструмент поёт. Абертоны, как говорим мы, музыканты, придают звучанию вкус. Музыкальный, конечно, я бы даже сказала аромат. Окрашивают голоса разных инструментов в разные краски. Например, этот звук. Он тусклый и низкий. А этот? Ну, этот простой. А этот? Это вообще не звук, это слон подскользнулся. А этот? А этот солнечный, яркий. Ну вот, Алёша, надеюсь, я ответила на твой вопрос. Ещё одно интересное письмо пришло к нам в редакцию от Оли Дмитриевой из Екатеринбурга. Оля пишет. Здравствуйте, Виолетта Модестовна. Недавно я услышала, что флейта относится к деревянным духовым инструментам. А почему? Ведь она сделана из металла. Оленька, ты очень наблюдательна. И, наверное, учишься в музыкальной школе. Флейта действительно сделана из металла, из сплава никеля и серебра. Это профессиональный инструмент, на котором играют музыканты в симфонических камерных оркестрах и сольно. Флейта – один из древнейших музыкальных инструментов. И прежде чем она стала такой, как ты её себе представляешь, она совершенствовалась тысячи лет. Когда-то давным-давно древний пастух повёл на водопой своих овец. На берегу реки сорвал тростниковую трубку и решил, сам не зная почему, подуть в неё. И вдруг он услышал звук. Однако вскоре ему надоело играть один и тот же звук. И пастух догадался, что можно проделать в трубке отверстие. И тогда, перекрывая эти отверстия пальцами, можно играть разные звуки. Древнего человека это очень обрадовало. Он стал сочинять и наигрывать первые флейтовые мелодии. А вы знаете, почему меняется высота звука, если открывать и закрывать отверстие в корпусе флейты? Всё дело в том, что в духовых инструментах роль колеблющейся струны выполняет воздушный столб. И чем он объёмнее, тем звук ниже. Давайте проведём небольшой эксперимент. Вот у нас бутылочка с водой. Ну, примерно половина, да? Давайте попробуем подуть в неё. Слышите, какое-то шипение, совсем не музыкальное. Чтобы звук был музыкальным, надо дуть немного наискосок, чтобы струя воздуха рассекалась к краешкам бутылки. Вот так. Вот это уже на что-то похоже. А если мы выльем немного воды, куда бы... А, спасибо большое. Так. Так. Смотрите, что теперь будет. Вот. Звук стал ниже. Значит, чем больше объём воздуха, тем ниже звук. Так и у флейты. Когда все отверстия закрыты, так, столб воздуха максимально большой. Но как только мы откроем дырочку, объём воздушного столба уменьшится, и звук станет выше. Вот. И чем больше открытых отверстий, тем выше звук. Вот так вот флейта рождает разные ноты. Все духовые инструменты, в которых звук образуется при рассекании воздуха об острый край, относятся к большому и дружному семейству флейтовых. Чаще всего флейты делались из дерева, поэтому традиционно флейту и относят к деревянным духовым инструментам. Такие инструменты сохранились почти у всех народов мира. Они отличаются по внешнему виду, имеют разные названия. Например, в России это свирель, на Украине – сопилка. Самое популярное сегодня – это поперечная флейта. Почему поперечная? Потому что музыкант её держит поперёк своего тела. В Центральную Европу этот инструмент попал из Китая в конце 17 века. Он постепенно менялся. К пальцевым отверстиям добавлялись клапаны. Все звуки теперь расположились рядом, под пальцами. Конечно, лёгкость и виртуозность игры на таком инструменте резко выросла. А немецкий мастер Тиабаль Бём в первой половине 19 века изготовил флейту из металла. Вот так, Оля, флейта и стала металлической. А теперь, друзья мои, давайте-ка отправимся на репетицию оркестра с помощью волшебного аккорда. Там я познакомлю вас с замечательным флейтистом. Обратите внимание, в оркестре играют, как правило, два флейтиста. В некоторых произведениях используют ещё одну флейту, малую или флейту пиккола. Флейтисты сидят почти напротив дирижёра, и им поручаются очень ответственные сольные партии, потому что это самый виртуозный и подвижный инструмент в семействе духовых. Красота тембра флейты и её виртуозность целиком зависят от мастерства исполнителя. Он должен обладать чрезвычайно развитым дыхательным аппаратом. И тогда инструмент способен с удивительной лёгкостью воспроизводить пассажи в быстром темпе, издавать трели, напоминающие голоса диковинных птиц и зверей. Но также флейта может и неторопливо петь о чём-то несбыточном и прекрасном. И это нам сейчас продемонстрирует солист Национального филармонического оркестра России Владимир Шемиданов. Ну вот, дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. И я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы открыли много интересного для себя. А может, кто-нибудь из вас заинтересовался флейтой и решил научиться на ней играть? Тогда мы не напрасно готовили эту передачу. Пишите мне и задавайте все интересующие вас вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставьте их на сайте радостьмоя.ру. Ваша Виолетта Модестовна. Виолетта Модестовна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok